Украина будет готовиться к вступлению в НАТО. По словам президента, подать заявку на членство в ЕС страна должна уже через пять лет. Для этого и Верховной Раде, и правительству нужно принять десятки важнейших решений реформ. При этом глава государства считает, что первоочередной должна стать судебная реформа. Поскольку сейчас наихудшая ситуация именно в этой сфере. Судебная система, по его словам, больше всего нуждается и в санации, и вместе с тем оказывает наибольшее сопротивление. Наши, извините за слово, попередники, предусмотрительно окопались в судах. А именно, нашпиговали их своими людьми, которые теперь превращают эти суды в адвокатуру по защите прав и интересов одиозных представителей прежнего режима. Следовательно, одной из первых должна стартовать настоящая судебная реформа. Соответствующие законопроекты будут подаваться как экстра-неотложные. Шестеро украинских военных освобождены из плена боевиков на Донбассе. Об этом в своем твиттере написал президент Украины Петр Борошенко. По его словам, между украинской стороной и так называемой ДНР состоялся обмен военнопленными по формуле 6 на 6. Удалось освободить пятеро военнослужащих из батальона «Миротворец», еще одного из батальона «Донбасс». Среди них два офицера. Сейчас они уже в полной безопасности и прибыли в расположение полка «Азов». 47 атак за прошедшие сутки отбили украинские военные в зоне проведения АТО. Четверо мирных жителей ранены при обстреле станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр АТО. По их данным, боевики продолжают вести массированный огонь по позициям украинских военных. Тем не менее, всех атаки отбиты. Террористы продолжают штурмовать Донецкий аэропорт, применяя минометно-артиллерийский огонь и реактивную артиллерию. Однако украинским киборгам в очередной раз удалось отбить все атаки. Стратегический объект по-прежнему под контролем украинских войск. Президент Петр Порошенко наградил 171 бойца за мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Ордена получили 147 военных, Минобороны и 24 Министерства внутренних дел. 23 героя награждены посмертно. Среди удостойных капитан Евгений Чепурной. Он вывел группу из-под обстрела врага и лично оказал первую медицинскую помощь раненым. Двух подозреваемых в попытке угона военного самолета в Николаеве отправили в СИЗО. Соответствующее решение принял Центральный райсуд города. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Напомним, в конце октября двое жителей Николаева проводили подрывную деятельность против Украины и склоняли летчика одной из воинских частей к угону военного самолета 125 с аэродрома Кульбакина на территорию аннексированного Крыма. Кроме того, они просили предоставить информацию о графиках полетов военных самолетов, которые задействованы в АТО. По данному факту начато уголовное производство по статье «Государственная измена». Сегодня в Украину прибудет первый самолет с военной помощью от Канады. Об этом в своем твиттере сообщило Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на посла в Канаде Вадима Пристайка. На борту будет военное оборудование на сумму в размере 11 миллионов долларов. Это необходимое защитное снаряжение в условиях холодной погоды, оборудование по утилизации взрывчатых веществ и для коммуникации приборы ночного видения и теплового видения. Польша готовится перебросить свои войска к границам с Украиной, Белоруссией и Россией. Об этом заявил польский министр обороны Томаш Симоняк. По его словам, они будут делать все возможное для усиления боевых возможностей на востоке страны. Он отметил, что около 80% войск дислоцируется на западе и эту пропорцию следует менять. Поэтому власть хочет отремонтировать существующую военную инфраструктуру на востоке, а затем перекинуть туда и личный состав. Напомню, после оккупации Крыма и агрессии России на востоке Украины, руководство Польши начало подчеркивать необходимость усиления правоноспособности на границе с Россией, Белоруссией и Украиной. Германия наставит на выполнении минских договоренностей. Об этом заявил глава МИДа страны Франк Вальтер Штайнмайер на встрече со своим швейцарским коллегой Диде Бургхальтером. Тот, в свою очередь, отметил, что несмотря на нарушение минских соглашений, после их подписания проблем стало меньше. Он также заявил, что выполнение договоренности является эффективным политическим процессом и путем для нахождения решения конфликта на Донбассе. Очень важно сейчас не обесценить Минское соглашение. Это единственный документ, в котором все стороны взяли на себя обязательства. Поэтому правильный подход, на мой взгляд, не списывать этот документ в историю, а настоять на том, чтобы каждый отдельный его пункт неукоснительно выполнялся. Международный комитет Красного Креста планирует выделить более 46 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине в следующем году. Об этом заявил в Женеве президент организации Питер Маурер. Красный Крест также намерен увеличить число сотрудников, которые работают в Украине втрое, с 20 до 60 человек. Более 120 вынужденных переселенцев с востока страны нашли пристанище в одном из бывших бизнес-центров в Киеве. В каких условиях они находятся и кто им поможет пережить зиму, узнавала Вероника Сектым. Айнора со своей семьей переехала с Луганска в Киев еще в июле. Как и для каждого, кто нуждался в жилье, ей выделили отдельную комнату со всем необходимым для жизни. И хотя места мало, она благодарна за еду и кров над головой. Всем необходимым. В первую очередь, крыша есть много, хотя она маленькая, но по крайней мере есть. И в вторую очередь, все продукты, все необходимые принадлежности, гигиены и тому подобное, и гуманитарка, все предоставляется. Первоначально это здание не предназначалось для проживания людей. Поэтому и мебели соответствующие либо мало, либо вообще нет. И система отопления офисная. Потому агентство ООН по делам беженцев передало переселенцам теплое одеяло. И уже к началу декабря представители агентства обещают, что закупят необходимую мебель и поменяют систему отопления. Во все те здания, где люди временно находятся, как именно это здание здесь, мы смотрим на вопросы и на проблемы в целости. Значит, не только, что именно одному человеку нужно, но что в здании нужно улучшить, чтобы люди могли достойно жить в нем. Например, здесь наши коллеги утверждают, что система отопления неадекватна на данный момент. Так что здесь тоже поможем с оснащением системы отопления. Предоставить вынужденным переселенцам место жительства было делом чести для Андрея. Он считает, что в такой ситуации каждый должен помогать тем, кто остался без крыши над головой. Это время, когда нужно открывать свои двери и открывать свои дома для того, чтобы помогать людям с Востока. Потому что в этом мы проявляем братство и в этом мы проявляем любовь. И я знаю, что очень много нужд по себе. Я знаю, что эти нужды, они очень большие, чтобы покрывать и обслуживать такое количество людей, к примеру, как у нас. В октябре этого года ЕС выделил агентству ООН по делам беженцев более 1 миллиона долларов. И все эти деньги потратят на предметы первой необходимости и теплые вещи для переселенцев. Ведь сейчас очень важно помочь людям пережить зиму с комфортом. Ироника Сектым, Иван Иванько, БТБ. И далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Увидимся. Евроинтеграционные процессы. Глава государства встретится со своим гвинейским коллегой Альфа Конде и посетит полевой госпиталь, созданный французскими врачами.